и снова здрасте нетривиальный вопрос адепты карате а вы часто работаете на макеваре знаете мой опыт 35-летний скоро в карате мне говорит о том что абсолютное большинство всех адептов карате и даже мастеров на макеваре не работают или работают лишь от раза к разу так иногда очень редко вот я думаю что этот эфир довольно много смотрит людей которые имеют карате самое прямое отношение задайте себе вопрос вы на макеваре работает а если да то насколько вы это делаете часто и и регулярно это системное занятие или просто так если у вас макевара в зале или если возможность вообще заниматься на макеваре и вообще нужна ли адепту карате макевара ну вот давайте по порядку я думаю всякая реклама по телефону ну так вот значит так а еще значит если быть абсолютно честными то абсолютное большинство адептов ответят что на макеваре что у них в залах нет макевары это раз второе на макеваре они не работают это два если работали то это было там однажды когда-то редко в молодости и что-то еще то есть системной практике работы на макеваре нет правда найдутся такие которые скажут мы на макеваре не работаем но у нас есть зато другие вещи мы работаем на камне манекене мешке и так далее но вопрос сейчас идет именно о макеваре потому что если человек занимается каратэ неважно ортодоксальным ли он каратэ занимается традиционным каким-то или даже спортивным каратэ для спортивного каратэ это менее значимо но если он употребляет слово каратэ что он занимается каратэ то по всей видимости он прекрасно знает что такое макевара и на это на подкорке записывается с самого начала тренинга что макевара она должна быть обязательно в каратэ каратэ это такое не знаю какая душа макева время макевара это душа такая каратэ это я не зря назвал свою макевару камертон она настраивает вот именно душу бойца на некий музыкальный лад ударяешь по макеваре она прибежит определенным образом и получаешь удовольствие от этого как медведь сидящий на пеньке и дергающий за щепу который торчит из этот пыня получает удовольствие вот работа на макеваре то же самое а уж о пользе макевары не говорит только ленивый даже из тех кто на макеваре не работает и когда сенсей и всякие рассказывают о том как надо там укреплять руки они не применут обязательно сказать о том что на макеваре надо работать с ней надо обязательно тренироваться и так далее но понимаете получается что абсолютное большинство сенсей это кривит душой вот меня наверняка смотрят ребята фудакановцы вот мне фудакан на этот близок наиболее так вот я скажу вам друзья вернее скажите мне кто из вас работает на макеваре мало кто а знаете почему я про это знаю и конкретно знаю потому что илья йорга когда мы готовились на конгресс и я доклад на конгресс готовил по макеваре и делал свой доклад и научную работу для защиты на пятый дан но кроме техники там еще научная работа должна быть вот он оценив мою работу сказал что да здорово что ты этим занимаешься потому что к сожалению из моих учеников этим не занимается внимание минуточку никто вообще вообще никто хотя фудакан это традиционный стиль каратэ в котором это должно присутствовать обязательно и доктор йорга за это в общем-то топит но ничего не происходит почему потому что такие каратэки понимаете вот им это не надо немножко не тем последнее время занимаются с ноги традиционщики в том числе мне кажется что все зарубилось 100 кто как можно больше наберет с по размеру детские секции тому кого больше секция и больше занимается детей очень тот и победил ну еще важно привести на соревнованиях рена вот учу детей и чтобы из них они привезли килограмм двадцать медалей домой вот все вот вот этим больше а такими аспектами как развитие технической составляющей каратэ стратегии тактики методиках всяких подготовки укрепление ударных поверхностей и сохранение каратэ как боевого искусства мне кажется не занимается практически никто нет не кажется но так и есть на самом деле ответьте сия не только про фудокан говорю но фудокан мне близок и поэтому я болею больше всего знать еще почему потому что изначально когда фудокан создавался он и создавался потому что в традиционном каратэ не хватало этих вещей традиционное каратэ уже на и она а пошло слегка не по тому пути развитие федерации там 5 10 и вот фудокан был направлен на то чтобы прогрессировать чтобы не консервировать самки каратэ не надо спортивливать и не консервировать чтобы не не было ни в спорт зарубы не в это не в ортодоксальность а чтобы было среди но чтобы развитие был во всех направлениях чтобы искусство как боевое сохранялся и йорга как профессор медицины он как раз активно занимался биомеханикой и кстати по макеваре у него тоже труды есть у него есть труд который называется макевара в традиционном каратэ я уверен что большинство адептов фудокан если и знает что-то об этом только название этой книги о нее в жизни никогда не видели и читали и не представляют что это такое есть вообще я скажу больше и представители других традиционных направлений вряд ли знакомы с какими-то фундаментальными работами по макеваре если только не с какими-нибудь там древними вообще сам черно-белыми каким-то постулатами там какими-то такими которые ну там деды что называется замки делали и где на самом деле ничего нету там только как бы это рассказывается что можно к макеваре встать вот так вот и мы мы наносим там 20 ударов вот так вот 15 ударов вот так вот бьем сильно бьетом слабо все не о том как с макеваре работ с какой дистанции как надо к ней по отношению встать для того чтобы получить максимально жесткую конструкцию в ударе как работать на ней так чтоб удар усилить как работать не так чтобы удар стал более где с проникающим разрушительным и жестким как надо встать по направлению к ней чтобы погасить максимально демпферы как работать с разной дистанции на макеваре как работать в передвижении на варивать видели где-нибудь нет а знаете почему да потому что нихрена это никто не работает ну кроме меня похвалился я круто но ребят но это так и есть на самом деле это так и есть я вам скажу больше тогда уж кто-нибудь там из мастеров там ну не знаю в каком-нибудь глубоком отчаянии и приступе самки поддавшись на увещевание там учеников самки своих что-то на макеваре показывает начинает то все ведь ограничивается буквально чокуцки и каким-нибудь урокеном там все а как методично прорабатывать на макеваре все ударные поверхности причем не так чтобы просто побить разными там ударами по макеваре а чтобы проработать закалку поверхностных тканей глубоких структур конструкции удара вы знаете что работали на макеваре можно тренировать то есть нанося удары по макеваре руками можно тренировать селективно ноги и спину и пресс ой друзья мои друзья как это все печально но самое печальное не это почему я разговор-то затеял на об этом все по одной простой причине потому что когда речь заходит о том что а что с макеварой можно делать оказывается абсолютно все с россии знают что делать макевары вот нету ни одного который бы сказала знаешь а мы не знаем что делать честно говоря знаем что есть что бить по ней надо но как это делать мы не знаем нет знают все больше того ладно по не просто говорили что знают но сами понимали типа что не знают и и пытались бы как-то подсмотреть научиться и не надо они реально уверивают в то что они знают что с макевары делать в итоге не сами ничего не добиваются в работе на макеваре кроме травм не учеников своих не могут научить до них и не учат почему потому что не могут они знать чем научить что они могут на макеваре показать они не видят целесообразности вообще постановки макевару в зал ну кроме как для мебели чтобы круто было ну должна же в зале каратэ макевара быть там да не вот они не знают что снизу работать то есть они не могут ее загрузить эту макевару и особенно если много их на полную катушку почему потому что все там ограничивается парой техник ну и ради этого казалось бы зачем это делать вот так и получается реально вот в этом-то вся и беда друзья мои ортодоксы и традиционщики уважаемые коллеги каратист вы я не пытаюсь показаться самым умным нет но наверное все таки без скромности без лишней можно сказать что относительно макевары я наверное знаю ну гораздо больше чем абсолютное большинство из всех кто в этой группе в сообществе находится ну вот такой вот у меня это каспект кто-то лучше знает про другие вещи например цои считает что он лучше всех знает как чокуцки и наверное знает об этом действительно много но правда он знает как его бить и как его научил сосаки но вот как сосаки бьет вот об этом цои знает лучше всех кто-то знает о чем-то другом много например женя рыбин например знает много о том как укрепить там сустав большого пальца чтобы наносить удары которые в очи находится и вряд ли кто-нибудь из группы кто у меня здесь находится в группе боевых искусств об этом знает больше ну вот так вот а макевари больше знаю я ну так сложилось потому что этой темой я занимаюсь всю сознательную свою жизнь в каратэ ну так вот друзья понимаете вот мы должны друг у друга учиться и я как раз открыт человек я как раз учусь у всех и тому сам доказательство то что я будучи традиционным каратэ кай занимаюсь еще и борьбой и боксом и тайским боксом и мм и его то есть я учусь у других людей у других мастеров вот другим каким-то практикам учусь и открыт я и вас призываю быть собственно говорят такими же понимаете для вас откроется многое реально и а макевар это тот мостик который ну реально вот просто проброшенный как мост из прошлого через настоящее в будущее то дощечка по которой надо перейти от которая сохраняет вот эту связь самой древности современность некие некоторые методики снаряды некоторые сохраняют то есть на них немножко по-другому работают развивают по-другому немножко кондиции добиваются гораздо более высоких результатов за счет методик новых но снаряд по сути сохраняет к основные свои черты да и и макевары меняется тоже друзья мои и велосипед менялся как велосипед изобретать не надо вот говорят не надо изобретать велосипеда знаете уже столетия модели велосипеда все совершенствуются и совершенствуются и становятся лучше понимаете вот и с макевары тоже сам а то что она вот я уже про свое говорю макевару действительно хороша говорит о том что ее не подделывают только ленивые об этом говорится подделок уже столько в россии в украине других странах и я не знаю то все-таки патентное право не уважают а вот наши самосоотечественники и друзья сами соседи они слегка подохеревшие часто бывают вот они это для них это сам не писан совершенно закон они прям дерут саму конструкцию один в один правда нихрена не могут самки но добиться таких же свойств огла по одной простой причине не не знают как на ней работать они знают какие свойства должны быть им кажется она просто гнутся должна и все но если они конструктивно делают еще там элемент для регулировки жесткости то типа должна жесткость изменяться а как она должна изменяться они тоже не знаю знаете поэтому получается самки снаряд для того чтобы угробить в руки и без него невозможно получить всех тех с плюсов которые можно получить при работе на макеваре уж лучше просто гибкую доску в землю вкопать а не делать макевару по типу камертона шилова ну то есть моего да и там мбша вот друзья так вот еще раз я резюме уже подвожу задумайтесь прям вот реально задайте себе вопрос если вы считаете что в карате в ней в карате должна быть макевара или нет если вот особенно этим сам задайтесь не спортсмены вкфовцы там а именно кто считает что занимается традиционным карате задайте себе вопрос в традиционном карате и в артоксальном должна быть макевара если вы ответите на этот вопрос утвердительно задайте себе другие вопросы если в вашем зале макевара 1 как часто вы работаете на макеваре 2 системно ли вы работаете на макеваре 3 знаете ли вы как точно достигать с помощью каких упражнений каких конкретных результатов вы достигать будете знаете ли вы как работать в динамике на макеваре с разной дистанции знаете ли вы такие нюансы как укреплять отдельно поверхностные ткани как укреплять отдельно глубокие структуры кисти как отдельно структурное звено в ударе укреплять на макеваре как тренировать ноги при работе на макеваре имеется виду не удар ногами хотя это тоже а стойку жесткость конструкции Если вы на эти вопросы не можете ответить утвердительно Хотя утвердительно, но ответить-то недолго Типа да, знаю Но если вы не можете на эту тему, на любой заданный вопрос Скажем так, провести семинар длиной в пару-тройку часов Чтобы разжевать аспекты все и научить другого человека Значит вы в этом плане ничего не знаете Вам только кажется, что вы знаете Ну вот Я не хотел унизить кого-либо Я хотел просто вернуть немножко на землю тех, кто считает, что все знает Вот в этом вот аспекте Там укрепление рук, работа на макеваре и так далее Друзья мои, я считаю, что Ну это мое уже мнение, то есть им ход Макевара необходимо Если вы занимаетесь каратэ Больше того скажу Она необходима и тем, кто не только каратэ занимается А кто вообще занимается Ну вот ударкой Любой Руками, ногами, локтями и другими частями Упругая, именно упругая макевара Я под макеварой подразумеваю не какую-нибудь подушку, которую партнер держит А упругая доска макевара Потому что это единственный снаряд, который позволяет в себе сочетать им-ян Жесткая и мягкая Вы бьете по-жесткому А ведет она себя как мягкая Поэтому можно наносить по жесткой доске макевары Сильнейшие удары По-жесткому А ее Ну тупругые свойства Не дадут вам получить серьезных травм И вообще травм Если вы работаете правильно Это возможно только на макеваре И больше ни на чем Ну а конструкция макевары Камертон еще позволяет И жесткость увеличивать И контроль Глубину проникновения И так далее Давайте, други Если у вас какие-то вопросы есть То подписывайтесь еще на канал На макевара У меня канал на ютубе макевара есть Так и называется Плейлист на моем канале на ютубе макевара Там масса материалов Ну и если заинтересуетесь макеварами Моими Камертон и МБШ Пожалуйста, пишите в личку Ватсап На вайбер На мой телефон Плюс 7 906 514 24 14 Там ватсап и вайбер Все Я вам расскажу Покажу Объясню Приобретете И супер Кстати Едем на Пхукет 29 ноября У кого мои макевары есть Берите сами с собой Пишите заявки 64 тысячи на 10 дней Отель Трешка Прямо на Найнхарн Бич С завтраком Включены мои тренировки В том числе на макеваре Вот так вот Пишите Салют Еще 2 месяца До отъезда Поэтому Сможете принять решение Запросто Но цена Вот это Надо побыстрее Потому что чем ближе к отъезду Тем Может варьироваться Хрен его знает Может дешевле станет Но Скорее всего дороже Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok